Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В сегодняшнем видео мы вновь обсуждаем, что же там творится у америкосов. А именно, я расскажу о новых рекордах Америки, которые никак не дают покоя российским СМИ. В очередной раз американский госдолг достиг исторического максимума. Ну, теперь Россия уж точно заживет. Вот только почему-то экономика Америки продолжает расти и рынки это всячески приветствуют, потому что вообще сейчас все растет. Эх, ну вот опять, госдолг растет, а Америка все никак не рухнет. Но, как говорится, ничего. Вот-вот и все точно случится. Это уже, кстати, вторая новость. Короче говоря, давайте разбираться, почему у этих американцев все так запутано. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Наверняка кто-то из вас уже успел услышать об этой новости. А американский госдолг вновь достиг исторического максимума. Да-да-да, теперь эта сумма уже составляет целых 23 триллиона долларов. Я знаю, что это очень излюбленная тема для пропаганды и кухонных споров. А все вот эти вопросы в духе, ну а вы госдолг США видели вообще? Я уже снимал где-то года полтора назад видео про американский госдолг. Ссылочку, как обычно, найдете в описании. Но, вкратце, для ленивых скажу следующее. Да, у США действительно очень большой госдолг. Как и у многих других развитых стран. В реальном мире большой госдолг страны не говорит о том, что она вот-вот рухнет. Или что там ее экономика неэффективна. Как раз-таки наоборот. Если у страны большой внешний долг, то это как минимум значит, что другие страны готовы в него вкладываться. Тем самым показывая, что они верят в экономику этой страны, которой одалживают деньги. Так как считают, что такое вложение не просто безопасное, но и выгодное. И что в итоге они получат больше, чем вложили. Помимо абсолютных цифр, 23 триллиона долларов, это же действительно астрономически гигантская цифра, которую наш мозг даже осознать не может. Нужно еще смотреть на соотношение госдолга к ВВП страны. У США долг составляет чуть больше 100% от ВВП. Что не так уж и плохо. Они даже ведь не входят в топ-10 стран с самым большим внешним долгом по отношению к ВВП. Например, у Японии и Венесуэлы, хотя казалось бы вообще, что может объединять эти две страны. Так вот, их госдолг составляет более 200% от ВВП. Самое интересное, что почти треть от своего внешнего долга США должны сами себе. Разным межправительственным ведомствам типа фонда социального страхования, ФРС и так далее. Как это все выглядит на практике? Ну вот, например, когда фонд социального страхования, который, помимо всего прочего, выплачивает и государственные пенсии в Америке, когда он получает слишком большую выручку с налогов от населения, чем ему нужно на покрытие расходов на текущий год, то он вместо того, чтобы просто хранить деньги у себя на счетах, берет и покупает гособлигации казначейства США. Эта покупка и есть вложение в госдолг. Я, как и вы, кстати, тоже можете покупать американские гособлигации. Если интересно как, дайте знать, я расскажу. И таким образом мы тоже с вами можем вложиться в госдолг Америки. В этой связи, кстати, интересно, готовы ли вы вложиться в долг вашей страны? Готовы ли вы купить гособлигации, ну, например, России? Или вы больше купите гособлигации США и тем самым подтолкнете американский долг к еще большему росту? Вот, интересно, напишите в комментариях. Именно внешний долг США составляет где-то около 20% от всего государственного долга Америки. И самыми большими внешними кредиторами для США являются, например, Китай и Япония. Обе страны держат в американском долге больше одного триллиона долларов. Каждая. Наверняка многие из вас будут сейчас задаваться вопросом, а почему это у Америки не требуют долг назад? Ответ очень прост. Им это выгодно. Тем, кто дает Америке в долг. Конечно, теоретически они могли бы взять и потребовать у США назад свои деньги. Так, например, в прошлом году сделала Россия, которая почти полностью избавилась от американских гособлигаций. Вот только доля России во внешнем долге США была мизерной. Поэтому ее выход из него никак не сказался на американской экономике. А вот Китай и Япония вполне могли бы очень серьезно пошатнуть США, если бы захотели избавиться от гособлигаций. Но почему же они этого не делают и, скорее всего, не сделают? Да потому что экономика того же Китая, например, тесно связана с США. Ведь американцы – это основные потребители китайских товаров. И Китаю выгоден сильный доллар и сильная экономика США, чтобы Китай мог зарабатывать деньги и его экономика росла. Миром правят деньги. Уж извините. По государственным российским СМИ могут очень много вам рассказывать о дружбе России и Китая. Но вот реальная дружба у Китая, именно экономическая, все-таки с США. Ведь столько денег, сколько на Штатах, Китай ни на ком никогда в жизни не зарабатывал. В общем, все связано друг с другом и переплетено. И Китаю невыгодно продавать большие объемы американских гособлигаций, потому что тогда доллар начнет снижение очень серьезное. И Китаю от этого тоже будет невыгодно, потому что все их вложения, вот этот триллион, который они вложили в госдолг по, условно говоря, по старой цене доллара, если доллар упадет, допустим, в два раза, то, получается, Китай потеряет 50% своих денег, Япония потеряет, вообще все страны, которые держат деньги в долларах, сразу же потеряют свои деньги. Поэтому тут все повязаны и никому не выгодно обрушать доллар. Несмотря на растущий госдолг, американские гособлигации все еще считаются одним из самых надежных безрисковых активов, в которые можно инвестировать. Как только в мире кризис, все тут же скупают гособлигации США, так как у Америки еще ни разу не было дефолта. И они всегда платят по своим долгам, когда это требуется. А что же происходит в странах, кому не хотят давать в долг? Я не хочу показывать пальцами, но, как бы, да, думаю, вы уже поняли, про какую страну я говорю, которая еще очень любит прощать долги другим странам для поддержания своих каких-то политических амбиций или своего эго. Я не знаю. В общем, вы поняли. Не будем о грустном. Да, госдолг США пробил очередной рубеж, но и экономика США сейчас чуть ли не на своем историческом максимуме находится. Вот если бы экономика Америки была на дне, а госдолг продолжал расти ускоряющимися темпами, то тогда да, надо было бы задуматься. Но такой ситуации сейчас вообще не наблюдается. К тому же из-за низкой ключевой процентной ставки госдолг США крайне дешево обслуживать, так как в случае чего ФРС может просто напечатать чуть-чуть побольше долларов. Поэтому и в этом вопросе американцы, конечно, молодцы. Я реально восхищаюсь теми людьми, которые это все когда-то придумали и эту систему разработали. Как надо додуматься поставить должника в более выгодное положение, чем кредиторы? И еще сделать так, чтобы все хотели должнику дать как можно больше денег. Ну, молодцы, что еще скажешь? Но некоторые из вас, конечно, могут продолжать писать, что это пирамида. Ну, окей, дайте знать в комментариях, что думаете именно вы. Следующая связанная с этим новость. Федеральная резервная система США опять понизила ключевую процентную ставку. Это уже третий раз за этот год. ФРС продолжает аккуратно понижать процентную ставку из-за своих негативных ожиданий относительно состояния мировой экономики. Многие развитые страны замедляют темпы экономического роста. И США, как лидер по экономическому развитию, старается предупредить вот эту надвигающуюся депрессию. Пока получается хорошо. За третий квартал экономика США выросла почти на 2% по ВВП. И это все несмотря на торговую войну Трампа с Китаем, которая очень негативно влияет на экономику США, да и мира в целом. Благо, вроде как, наметились просветления и на этом фронте. США и Китай буквально вот вчера, позавчера, там 7 ноября, заявили о том, что они согласны подготовить новые правила торговли. Естественно, сразу же за этой новостью все там внутри Америки, да и мировые рынки в целом очень позитивно на это отреагировали. Вообще, пока все крайне хорошо складывается. Снижение ключевой ставки ФРС выгодно даже не только США, а и развивающимся экономикам в целом. Ведь это означает, что можно получить доллар по более дешевой цене. Поэтому с этим и связано небольшое удешевление доллара по сравнению с тем же рублем, например, в последнее время. В общем, пока новости позитивные. Хотя вероятность рецессии, которая может затянуться на несколько лет, все еще крайне высока. Поживем, увидим. Напишите, что думаете об этом вы. В целом, это вот все новости на сегодня. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. И напоминаю, что если вы хотите поехать в Штаты, увидеть вот все своими глазами, то мы можем вам помочь. В нашем визовом центре действуют специальные условия для подписчиков канала. Поэтому ищите ссылку в описании, читайте там отзывы и оставляйте заявку. Спасибо, что смотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok